друзья всем привет у нас сегодня готовь сани летом газонокосилка в обзоре хотя далеко не везде ведь достаточно много уже есть регионов где зелень пора бы уже начинать скашивать новинка двадцатого года газонокосилка dlm 432 является очередным развитием аккумуляторной беспроводной техники makita анонсировано в двадцатом году сейчас у меня на столе комплектация z а еще мы ожидаем в ближайшее время поставочку комплектации с двумя батареями двухпортовой зарядкой следует отметить что она не является продолжением 431 модели она будет теперь идти вместо нее давайте ее распакуем и соберем так вот такая вот у нас машинка в комплекте идет травосборник наденем его сразу рукоятка для нее нам необходимо крепление здесь у нас множество всяких разных креплений в комплекте здесь у нас ключ от случайного запуска ключ для ножа опять крепление крышка от аккумуляторного блока документация все здесь было просто нажатие крышка готова вот этим крупным креплением мы устанавливаем вот эту рукоятку а здесь мы наживляем винты и прикручиваем барашки а также имеются вот такие крепления для провода да ну и самое главное в комплектации идет нож который уже установлен на косилку малогабаритная газонокосилка с малым весом и мощным приводом предназначена для участка в площадью до 10 соток щеточный двигатель обладает мощностью 730 ватт ее напряжение 36 вольт для работы требуется два аккумулятора elixit по 18 вольт имеется индикация зарядов батарей а встроенная электроника обеспечивает защиту от недопустимого разряда перегрузки и перегрева двигатель агрегата раскручивает нож до 3600 оборотов в минуту имеется плавный пуск и электрический тормоз двигателя значение ширины скашивания составляет 430 миллиметров диапазон высоты скашивания включает 13 ступеней и изменяется от 25 до 75 миллиметров емкость травосборника 50 литров система x5 защищает агрегат от лаги и пыли предусмотрено автоматическое изменение крутящего момента при разной нагрузке размеры модели 1490 на 460 на 1045 миллиметров вес с аккумуляторами 14 килограмм 900 грамм косилка произведена в китае то есть среди существенных отличий являются лишь травосборник 50 литров который в 431 модели в комплекте шел емкостью 40 литров ну и плюс кое-какие отличия во внешности и вес при этом уменьшился если 431 весила 17 800 с двумя батареями и пустым травосборником то данная модель весит всего лишь 14 900 достаточно небольшой вес дека выполнена из пластика высоту данной рукоятки можно изменять для этого мы видим вот еще отверстие здесь то есть можно раскрутить отодвинуть и сделать подлиннее и также рукоятку можно сложить следующим образом теперь косилку можно удобно переносить и ставить вертикально спереди на корпусе находится удобная рукоятка для этого и вот еще одна ручка сзади аккумуляторный блок находится под этой симпатичной пластмассовой крышкой открывается с помощью вот этой кнопки вставляем батареи и еще одна немаловажная деталь без которой косилка не запустится это ключ от случайного запуска запускается косилка путем нажатия на кнопку разблокировки и красный рычаг теперь давайте заглянем в сердце вот он плавный пуск с электрическим тормозом работает достаточно тихо теперь давайте снимем этот нож для этого нам потребуется отвертка или ее аналог для того чтобы заблокировать нож и ключ на 17 который идет в комплекте в одно из этих отверстий вставляем нашу с вами блокировку упираем в нее нож и против часовой стрелки откручиваем гайку вот он наш нож вот внешний фланец ставим обратно кстати обратите внимание что колеса максимально заведены за края благодаря этому можно чисто выкашивать вблизи стены заборов привода на колеса у этой модели нет как и у ее 431 собрата то есть модель не является самоходной также у данных моделей нет отдельной функции мульчирования выброс травы идет только назад то есть в контейнер либо вместо него можно установить мульчирующую заглушку но она в комплект поставки не входит на трава сборники мы можем видеть клапан заполнения то есть если во время работы он перестает плавать значит трава сборник заполнен в этом случае мы его снимаем за удобную рукоятку снимается он достаточно легко и опустошаем после чего также легко надеваем и продолжаем работу высота регулируется вот этим рычагом как он работает вот зубья на рычаге вот отверстия под них отгибаете рычаг настраиваете нужную высоту шаг между отверстиями 5 миллиметров затем отпускаете его высота фиксируется и работаете теперь стоит обратить внимание на ярлычок на упаковочной коробке где написано что с 6 ампер часов можно выкосить почти 6 соток травы расчет получается примерно следующий чуть меньше сотки на 1 ампер час стоит помнить что это все очень приблизительно зависит это от многих факторов таких как например погодные условия все мы прекрасно помним что мокрая трава после дождя или с росой очень трудно косится насколько ровное поле насколько разная трава по плотности и по высоте насколько затупился нож какая степень пробега аккумулятора и так далее конечно плюсов по сравнению с бензиновыми и сетевыми аналогами достаточно много это и отсутствие токсичных и пожароопасных жидкостей а также действий связанных с ними типа промывки карбюратора в общем всех таких после которых нужно долго отмываться и проветривать помещение отсутствие выхлопов тоже сюда же также это отсутствие провода под ногами если речь идет о сетевых аналогах малый вес соответственно но и много еще чего однако главной задачей аккумуляторной газонокосилки является подравнивание травы на уже ухоженном газоне это вызвано ограниченным зарядом аккумулятора ведь чем больше травы тем выше расход энергии а значит меньше площади можно обработать либо постоянно бегать под заряжаться ну или брать с собой целый рюкзак заряженных аккумуляторов если у вас огромная площадь а вообще для каких-то более запущенных участков огромных площадей с разной плотностью травы идут косилки уже все-таки либо сетевые либо бензиновые там где и мощность больше и ширина скоса может превышать лимиты таких например от аппаратов то есть существует огромное множество абсолютно различных задач и главное подобрать аппарат который будет полностью им соответствовать тогда он прослужит долго и эффективно на этом все друзья купить данную газонокосилку вы можете на сайте makita defisp.ru пройдя по ссылке в описании если данное видео было полезным для вас ставьте ему лайк подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчики чтобы не пропускать следующие видео